Вот. Люблю покупать товары всякие в интернете, люблю, но я понял, что у меня определенная методология сложилась с этим, связанная с покупками в интернете. Я захожу на товар, всегда сортирую так, чтобы самые говеные вверху были отзывы. Я такой, все, говнище мне сюда несите. Вот. Только их и читаю в итоге, потому что больше ничего не интересно. И я вообще понял, что все зависит только от того, хочу я сильно товар или нет. Потому что я, если очень сильно хочу товар, я могу пять тысяч дерьмовых отзывов прочитать и в конце такой, ну это дебилы же пишут какие-то, блядь. Телефон у тебя не включается, вкрыл, нажми, долбай. Он тебе приходит, телефон, он не включается, ты такой, а-а-а. Сейчас пойду еще напишу тогда. А если я не очень хочу товар, ну так, не сильно хотелось мне, ну по какой-то причине надо повыбирать, я даже могу пять тысяч хороших отзывов прочитать. Прочитаю их, но найду два говеных и такой, а-а-а, Самсунг, наебать меня хотел. Я это говно нам с женой не куплю, будем стирать в реке, блядь. Лишь бы не пользоваться вашей херней. Я очень долго работал в интернет-маркетинге, в интернет-магазинах часто работал. И там постоянно имеешь дело с отзывами. Я вообще понял, что в России никто не умеет хвалить. Хорошие отзывы все, короткие и почти ничего по делу. Все ок, быстро ок, класс, кайф, лайк, блядь. Точка, блядь, и пять звезд. Я чихаю дольше, чем эти отзывы оставляю. Но если что-то не так с заказом, а-ля-а-а, это повесть будет. Это повесть. Это, блядь, с эпиграфом будет. В начале я хочу написать, что я проклинаю этот день, когда злодейка судьба связала меня с вашей компанией. У тебя в интернет-магазине служба доставки забухала. Это значит, что через пару недель повалится это говнище на тебя просто толпой. Ты просто, ты все понимаешь, что повалили херовые отзывы, в обед начинаешь всех читать, в 12 ночи раздупляешься, такой, пф, еще главу и спать, ну нахуй, блядь. Не хочется писать ответ магазина на такие вещи, хочется писать рецензии на них, блядь. Хочется написать, хочется написать, все понятно. Решение магазина такое, Достоевского сжигаем нахуй. Отзыв Татьяны про кресло-мешок. Это, пожалуйста, на все полки. Она опознала русскую боль сильнее Достоевского. Я там реально каждый раз, в мебельном магазине особенно работаешь, там все время отзывы, это, конечно, там чувак пишет, знаете, драму еще, драму насыпают в отзывы обычно. Это должен был быть лучший день в моей жизни. Ты думаешь, да как мы тебе судьбу так сломали с помощью табуретки, блядь. Вот он собрал друзей, хотел повеситься, но табуретку не довезли. Блядь. Должен был быть лучший день. Не только по отзывам это заметно. Это заметно то, что мы не умеем замечать хорошее и хвалить в работе, в учебе. Всегда у кого-нибудь денюха на работе, на учебе, всех собирает в круг. И все эти люди с красными дипломами, с высшими образованиями собираются в круг и двух слов связать не могут. Мальчик, молодец ты, конечно, вот, там тебе здоровье, сядься, встаньте от меня. Вот это говно начинается. Не могут сказать двух слов. Соберите этих же людей в курилке и скажите, а мне одному кажется, что именинник нашележит, долбаеб какой-то. И все такие, пху, мы думали, ты не спросишь. У меня тут презентация как раз. Можно бизнес-форум открывать, да там у всех красноречие ебашит. Я не знаю, историческая это черта наша или нет, но так уж получилось. Я просто в какой-то момент задался вопросом, а что из русского, ну, хотя бы творчества популярно во всем мире. И там ничего позитивного. Ну, у них там Толстой со своей знаменитой суицидницей Анной Карениной и муками войны. Достоевский с убийством старухи и рассуждениями перед казнью, естественно. Следующим витком стали популярны другие писатели. Там Солженицын стал популярен в свое время. Солженицын, который писал про муки ГУЛАГа. Варлам Шаламов, который писал про муки ГУЛАГа и про то, что Солженицын пиздобол. И шлифануло этим всем в последнее время лирика Тарковского и Быкова. Два самых позитивных режиссера на планете. Мы как будто какая-то фабрика по производству пиздеца на мировой рынок творчества, знаете. Раз в сто лет какой-то американец открывает наше творчество. Такой, бать, еще так с людьми можно. И пуйся. Русские, конечно, ебнутые. У нас все такое надрывное. Все, как у Достоевского. Мне вообще кажется, Достоевский бы не существовал как писатель, если бы в его времена были голосовухи. Он ему просто записал такой, а-а-а, бля-а-а. И такие, все так. Все так, Федор Микалыч. Я из-за этого ощущения не могу и современные фильмы смотреть западные. Особенно грустные фильмы. Они меня не трогают, у меня вообще никакой-то, бля-ть, не проблемы. Ты смотришь, а там у девушки проблема. За главная проблема она думает, что мама ее не принимает. Я думаю, ты бедненькая, бля-ть. Я про свое это знаю. Мы все про суету это знаем. Она сама позвонила, сказала, блядь, найди работу нормальную. Не сутульца, блядь, не чавкай, блядь, ешь с хлебом. Я тебя не принимаю. Фильмы ужасов у нас тоже на этой же почве не так уж сильно заходят, если честно. Но всегда есть в компании пару человек, которые вот угорают по фильмам ужасов. Ты смотрел оно? Ты смотрел оно? Я в окно смотрел. Там тоже пиздец, блядь. Тоже ничего хорошего, блядь. Тихо, блядь.